Около 500 вольников выступят на первенстве России среди юниоров до 21 года «Переходная Россия» в спортивном комплексе имени Гамида Гамидова, который будет проходить на протяжении трёх дней. Главный судья первенства Гамзат Абасов рассказал немного об изменениях в последующих соревнованиях, поскольку первенство России будет проходить по новым правилам. Международная федерация приняла это решение с 2017 года проводить два дня для каждого веса. Это что сегодня он взвесился, отборолся, до финала дошёл, и завтра будут финалы за первые, за третьи места. И перед финалом их взвешивать за два часа. Если он в норму вес не пролубит, если у кого-то будет лишний вес, ему даётся два часа для того, чтобы подвести вес под тот, который должен быть. Если он не может, то он будет сниматься соревнованиями. И они это материруют тем, что это сделано для того, чтобы беречь здоровье детей, спортсменов, которые много вес гоняют и потом не восстанавливаются, тем самым вредят своему здоровью. Около сорока содей будут следить за качеством проводимых схваток. Приехавшие на сбор с других регионов вольники проводили тренировки в стенах спортивного комплекса имени Гамида Гамидова. Самой большой командой первенства России является сборная Дагестана, составляющая около 130 спортсменов вольного стиля. Главный секретарь первенства Алексей Базулин дал комментарий по данному соревнованию. Мы учли пожелания организаторов соревнований, потому что сейчас в связи с тем, что формат соревнований поменялся, они могут растянуться. Поэтому мы проводим взвешивание в день соревнований, утром, и потом борьба идёт в один день. По новым правилам борьба будет проходить в два дня. Поэтому эти соревнования будут проходить впервые здесь. Здесь и весовые категории тоже изменены, потому что весовые категории среди миниоров совсем были другие. В новом году, в 2018-м, будет уже весовые категории как у взрослых. Поэтому и здесь, на этих соревнованиях, впервые проводятся по эти весовые категории. Первенство России проводится для отбора спортсменов первенства России, которое уже будет проходить в 2018 году по новой системе. Хасавюрт славится как спортивный город на территории Дагестана, планку которую задали хасавюртовские борцы. Совсем недавно в городе проводился межконтинентальный кубок по вольной борьбе, где вольники из Хасавюрта показали наилучшие результаты. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».